Рабочий день Рустама Миниханова Спончик в сахарной глазури Для этого им понадобился накачанный гелем воздушный шар и камера, которая сняла весь полет на видео В Казани приостановлена деятельность цокольного этажа торгового центра XL на Ямашево Поводом стали нарушения пожарной безопасности Rockstar Games выпустила ПК-версию GTA V На разработку игры компания в свое время потратила 265 миллионов А релиза владельцем ПК пришлось ждать больше полутора лет Сегодня Акбарс проведет третий матч финальной серии против СКА Казанский клуб попытался держать первую победу в финальной серии Кубка Гагарина Тем временем в одном из дворов Казани заботливый хозяин строит домик для своего кота Вот кот и будет доволен Apple снизила цены на iPhone 6 и 6 Plus Стивен Спилберг впервые в своей режиссерской карьере снимет фильм для Дисней Студия примет участие в финансировании и производстве новой картины кинематографиста Бэда В Или Большой и Добрый Великан Фотохудожник Фарид Губаев откроет в манеже Казанского Кремля выставку «70 портретов победы» На выставочных болотнах предстанут фотографии героев Великой Отечественной войны После успешного запуска ракеты Falcon Davis, членоком Dragon и грузом для МКС Компании SpiceX удалось посадить первую ступень ракеты на платформе в Атлантическом океане Однако, как сообщила глава компании, посадка оказалась слишком жесткой для того, чтобы ракета осталась целой Ильша Томинова, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», встретился с начинающими журналистами КФУ Какими секретами навыков работ он поделился со студентами, смотри сегодня в вечернем выпуске новостей Увидимся в 18.00, не пропусти